Весёлый, щедрый и доброжелательный народ С большим сердцем и открытой душой Его представители помнят и чтят свои традиции, историю и культуру Уважают свободу и почитают старших Казахи, в мире их насчитывается 15 миллионов человек Испокон веков они вели кочевой образ жизни И только во второй половине 18 века перешли к оседлому Дом без фундамента, казахская юрта Жилище можно смело назвать универсальным Благодаря своей конструкции оно легко собирается всего за один час При этом без единого гвоздя Первыми ставят складное основание и дверную раму Затем возводят стены юрты, кереге Венчают жилища крыша, куполообразные жерди юг и круглый обод шинырак Каждый предмет казахского жилища искусно украшался узорами, костью и серебром В юрте вообще каждый орнамент, каждый узор, он несет свой смысл, свою символику Например, это бараний рог, например, или цветы какие-то Даже крестообразный орнамент такой есть, он как растительного мира Называется турклак, это символ четырех стихий Огонь, вода, земля и воздух, которые присутствуют практически в жизни каждого народа Покрытие юрты также было выбрано не случайно Войлок – это плотный натуральный материал из валенной шерсти Он прекрасно защищает от солнца, дождя, ветра и холода А значит, отлично подходит под суровый климат казахских степей В юрте стоит необычная кровать Она изготовлена из каргача и украшена искусной резьбой Примечательно, что подобные лежанки были далеко не у всех Это своего рода шик, признак крепкого благосостояния А сейчас такие кочевые кровати можно увидеть только в музеях Она интересной такой формой, получается ноги кверху Как бы идет отток крови в ногах, голова, нормализуется давление И хозяин дома у нас лежа на такой кровати, восстанавливался, отдыхал В основном это для дневного сна Не только предмет обихода, но и культурное наследие народа Национальная казахская колыбель Не просто кроватка для малыша, но и предмет воспитания Ребенок засыпал в ней очень быстро Так как ручки и ножки крохи фиксировались И он не просыпался во время сна Еще одно превосходство люльки – это то, что ребенок в нем всегда оставался сухим Малыш справлял нужду в специальное отверстие Туда вставлялся глиняный горшок Накрывали младенца одеялом из верблюжьей шерсти и легкой тканью У казахов есть три вещи, которые он не отдаст Это шанрах – это купол юрты наверху Это казан, в котором готовится пища И люлька Потому что отдав эти вещи в чужие руки Ты, считается, лишишь свой род потомства Лишишь благополучия, счастья, доброты в доме Издревле пространство юрты делилось на две половины – мужскую и женскую Справа от входа располагался охотничий инвентарь, а на подставке – седло Следовательно, это была мужская зона А в левой стороне, в отчине женщин, хранилась кухонная утварь, посуда и кожаный сосуд для кумыса Огромное значение в жизни казахов имеет дамбра Не зря про нее говорят Этот музыкальный инструмент – душа казахского народа Поэтому в доме для нее отводится почетное место У казахов около стана именований разных инструментов Это даул пазжи, это гейн-кобус, очень много Но среди них дамбра имеет очень такое главное первенство, да, место такое главное И висит всегда в центре На двухструнный инструмент это Делали вот эту струну из бараньи кишок То есть у него даже звук вот этого инструмента Он был более глубокий, более такой насыщенный Вот эти степи, звуки, да, такие вот А потом уже более в современном обществе, когда начали создавать оркестры Уже перешли на леску, что более удобнее То есть звук немножко стал, немножко ярче, другой был Выпуклый корпус, две струны Незатейливый с виду инструмент отражает глубокую философию великой степи Айганем Даулитбак осваивает игру уже третий год Говорит, довольна своими успехами У меня играет дедушка, бабушка, мама И я тоже хотела поиграть, ну, не оставать И я начала играть в дамбру И мне было шесть лет Меня отвезли кружок, где нужно играть в дамбру и петь Старая казахская пословица гласит Встречай гостя, как посланника Бога Гостеприимство у казахов считается священной обязанностью Одно из самых популярных блюд – это бешбармак Название с тюркских языков переводится как «пять пальцев» И не случайно, ведь блюдо принято есть исключительно руками А готовить – по особым случаям Если не ел мясо, значит встал из-за стола голодным Так считают представители казахского народа Сейчас, конечно, только для гостей, для своих Когда главные эти, дорогие, где гости приходят, тоже готовим В этом блюде у нас мясо самое главное, чтобы было Когда бешбармак готовишь, это конинное мясо, конечно, очень самое вкусное Это бешбармак получается Пока готовится мясо, хозяйка занимается приготовлением теста Оно должно получиться таким же крутым, как для пельменей Чем тоньше, тем лучше Быстрее, один раз скипит, она уже готова Тесто разрезается на 4-5 частей Затем каждый отваривается в кипящем бульоне Используется тот, который остался от мяса Готовится такая лапша практически моментально, буквально за полминуты Еще одна часть приготовления бешбармака – это заливка Важный ингредиент, иначе без него блюдо получится пресным За основу берется жирный бульон, туда добавляется репчатый лук Кто любит вареного лука, а кто вот просто на бульон не держался Она немножко мягкая стала, потому что горячий же бульон В качестве дополнения в этом рецепте используется картофель Он помогает сделать блюдо более сытным и полезным Когда все готово, можно собирать блюдо На большую тарелку сначала выкладывается тесто, по краям – картофель, а в центр – мясо Финальный слой – это лук Стоит отметить, что в процессе приготовления бешбармака не используются столовые приборы Гостей рассаживают вокруг низкого стола Он называется достархан Здесь нет традиционных стульев, только специальные коврики Перед трапезой принято коротко молиться, казахи говорят «бесмелях», что означает «во имя Бога» После сытного обеда можно и поиграть Казахи – веселый народ, а уж коль собрались вместе, так это надолго Одна из древнейших игр – асык По мнению ученых, она появилась на территории Казахстана еще в первом тысячелетии до нашей эры И тесно связана с животноводством Для того, чтобы играть, не нужно сложной экипировки и особых условий Главное – иметь при себе асык – косточку коленного сустава барана Чем их больше, тем лучше для игрока Предварительно их высушивают и окрашивают хной Там нужно раскинуть костяшки, потом берешь одну, кидаешь И пока она летит, нужно схватить другую и поймать уже, которую кинул Потом уже дальше кладешь две и так дальше, дальше, дальше Казахские танцы – это живое отражение богатой культуры и истории народа Они передают энергию и страсть, соединяют сердца людей, а также позволяют выразить свои чувства и эмоции Движение показывает историю народа, обычаи, традиции, жизнь, возможно, в каких-то моментах рассказывают Фонтан – оно про нежность, опять же, волна тоже про нежность Сырга тоже показывает красоту, сережки, украшения девушки Тексты казахских песен рассказывают о любви к близким и к родине, природе и дружбе Они наполнены глубокими чувствами и эмоциями Главное для артиста – исполнять их с настроением Во-первых, нужно иметь не фальшивую радость, нужно отдаваться вовсю и просто наслаждаться моментом Это песня о том, что мы передаем привет своим друзьям, близким, бабушкам, дедушкам и очень сильно гордимся ими Казахи относятся с почтением к своим традициям, языку, музыке, танцам и народным ремеслам Они бережно хранят свое наследие и передают его будущим поколениям Казахстан Аллах Казахстан Аллах Казахстан Аллах Казахстан Аллах Казахстан Аллах